Лунная ночь над Южной бухтой. Литературный вечер. Читаем книгу Сергея Юлампьевского «Крымские очерки». Год издания 1913. Очень интересный, необычный. Слова, слог. Текст очень необычный для уха современного человека. Ну, интересно, очень интересно. Итак, очерк рассказывает о Балаклаве. Отставные люди. Прежде всего, севастопольские цинцинаты. Военные, штатские. Кончившие свой служебный путь. И опочивающие на мягком ложе пенсии. Они покупают земли и землицы. Строят дома или домики. Возделывают виноградники чудесные, априкосы и персики. И несравненную грушу Берри Александр. И ходят в белых кителях по набережной. Тихие и кроткие. Все отставные генералы милые. Пьют турецкий кофе в кофейнях. И слушают музыку. И люди, сами отставшие себе от жизни. Уставшие от беготни и от суеты жизни. И просто заглядевшиеся на море. Я спрашиваю дворника дачи, где я жил. Почему он не вернулся после матросской службы в Севастополе в свою родную Киевщину? Где, по его же словам, у него есть земля. И братья хорошо живут и ради его принять. Он долго и путанно объясняет, как он поехал, было. И полгода работал на земле в своем месте. И все-таки вернулся. И вернувшись, женился на балаклавской гречанке. И вот уже 10 лет состоит балаклавским мещанином. Он оборачивается к морю и раздумчиво говорит. Опять же море. Именно так. Опять же море. И опять море. Не договаривает он самого главного, что море коварное, властное и ревнивое. Что кто загляделся на него, тот не уйдет уже от него. Полонит оно, не отпускает. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова